Здравствуйте! Все мы неустанно говорим о туристическом потенциале нашей республики. Но одно дело это потенциал, а другое, когда все эти красоты приносят нам прибыль, то есть развивается туризм, от которого есть реальные деньги. Для того, чтобы обсудить конкретные проекты по развитию туризма, к нам в республику накануне приехал заместитель руководителя федерального агентства по туризму Николай Королев. И сегодня в подробностях мы обсудим этот визит с начальником отдела реализации госпрограмм Минтуризма Дагестана Аминой Багандовой. Амина, здравствуйте! Добрый вечер! Ну, хочется в подробностях понять, что обсуждали и что реально вытекает из встреч, которые прошли у Николая Королева и с правительством, и с временно исполняющим обязанностями главы республики. И вообще, что носил этот визит? Целью визита делегации Ростуризма в сопровождении правительства республики Дагестан является проверка инвестиционных площадок, то есть проверка строительства, обеспечивающей инфраструктуры по созданию туристско-рекреационных кластеров «Золотые пески» и «Золотые дюны». На данный момент нам интересны работы по обеспечивающей инфраструктуре. Это строительство сетей, соответственно, теплоснабжение, электричество, водоснабжение. То есть всего того, что будет обеспечивать жизнь. Все то, что нам необходимо сегодня для создания хороших условий, комфортабельных условий развития пляжного туризма, в первую очередь, потому что, как вы знаете, республика Дагестан, она известна своими живописными песчаными берегами. И, конечно же, хотелось бы создать такую уютную атмосферу, создать впечатление хорошее о республике. И поэтому мы включили в проект федеральной целевой программы эти два кластера «Золотые пески» и «Золотые дюны». Вот смотрите, одно дело, я подхочу вашу мысль, одно дело, когда у нас есть хорошее побережье, но другое дело, это когда современный туризм, он какой, ты приезжаешь, ну мало кто сейчас едет дикарями, то хочется приехать, чтобы были условия. И сейчас мы все равно конкурируем со всем миром. Сейчас взять и улететь куда угодно можно спокойно и не за большие деньги иногда. Вот, но будут ли здесь созданы условия для туриста, для туриста, который, может, что-то увидел, либо увидел это, может быть, не вживую, но хотя бы на картинках можно увидеть. И что это, что вот будет происходить, ну давайте по «Золотым пескам». Давайте. Да, пожалуйста. Ну, в первую очередь в создание туристско-рекреационного кластера «Золотые пески» входит… Я попрошу уточнить, это в Дербенском районе, да? Да, село Мичурино Дербенского района. Туда входит туристская инфраструктура и обеспечивающая инфраструктура. Нами заключено инвестиционное соглашение. Соответственно, будут выполняться работы по обеспечивающей инфраструктуре и параллельно будут строиться гостиничные комплексы, коттеджи, рестораны, кафе-бары. И все на современном уровне. Так что я думаю, что наши гости не разочаруются. То есть гости из Российской Федерации. Мы рады будем гостям из зарубежных стран. Все будет на европейском уровне. Все будет возведено в сроке. И все будет высокого качества. Хорошо. Что из себя представляет этот проект? Что там будет возведено конкретно? В данном случае в селе Мичурино Дербенского района на создание этого кластера брошены все силы. То есть туристская инфраструктура, это включает в себе гостиничный комплекс на 150 койко-мест, коттеджи 15 штук, ресторанов на 60 мест, кафе-бары на 80 мест, аквапарк, спортивные детские, развлекательные площадки. То есть можно будет с семьей приехать? Состоянка, да. Обязательно, конечно же, с семьей, с друзьями, компаниями. Чем больше, тем лучше для нас. Чем больше, тем лучше. Так что добро пожаловать. Ну и, конечно же, немаловажную роль играет обеспечивающая инфраструктура. Это, в первую очередь, создание инженерных сетей. То есть, в первую очередь, это автомобильная дорога. То есть, чтобы у наших граждан не было препятствий на пути к нашему комплексу. В виде нашего бездорожья. Учитывая, да, то, что у нас, как бы, дороги наши не всегда качественные, скажем так. Радуют тем стандартам, которые установлены. Соответственно, надеемся, что будет большой приток туристов. Вот сейчас какое там состояние? Сейчас приехали посмотреть, на какой стадии реализации этого проекта. Что действительно сейчас там возведено? И, если вы можете, в каких-то цифрах нам рассказать. В настоящее время проложено земельное полотно, дороги и дорожные одежды. Около 80% работ выполнено. Завершается работа по строительству моста. Выполнено около 95%. Сколько километров дороги? 10 километров дороги. Освоено где-то 102 миллиона 63 тысячи рублей. Это не маленький проект такой, да, получается? Да, это огромный проект. В том числе и с федерального бюджета у нас 92 миллиона 380 тысяч рублей выходит. И с республиканского бюджета 4 миллиона 883 тысячи рублей. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован у нас на ноябрь 2017 года. То есть это по срокам получается или как? Обязательно обеспечивающая инфраструктура должна быть реализована в 2017 году. А уже туристская инфраструктура, она рассчитана на 2018 год, 2017 и 2018 год. То есть пока все, слава богу, проходит нормально. Все проходит нормально, все в сроке. И надеемся, что мы успеем реализовать этот проект. Давайте поговорим еще об одном проекте. Это «Золотые дюны». Это уже в северной части республики. У Кизляровки, это в Кизляровском районе, да? Да, село Крайновка. Кизляровский район. Это очень живописное место. Как вы знаете, там Каспийское море славится мелководьем. Там можно развить спокойно детский туризм. Чтобы дети спокойно могли зайти. Есть возможность, потому что... Глубина там составляет в пределах 150 метров, 200 метров от берега моря, полтора метра. То есть есть возможность, конечно, спокойной семьей, детьми отдохнуть. Я хочу заострить ваше внимание на словах Николая Королева. Он сказал, что реализация проекта «Золотые дюны» вызывала сомнения с точки зрения своевременного освоения средств. Но удалось ли вам убедить его, что все проходит нормально, а в срок проект не заморожен? Либо у него действительно остались после посещения республики также сомнения? Нет, сомнений, конечно же, не осталось. Все мифы были развеяны. То есть это миф, да? Проект работает, реализуется. Ростуризма посетила инвестиционную площадку, также в Алтае-Дюну, в селе Крайновка Кизлярского района. И убедилась воочию, что вся обеспечивающая инфраструктура находится в процессе, в процессе выполнения работ. То есть все инженерные сети подводятся. Все на стадии завершения. То есть около 70% работ выполнено. И думаем, что уже к 25 декабрю 2017 года, это у нас срок окончания выполнения работы, все инженерные сети будут уже в рабочем состоянии. Так что возможно будет и воочию опять-таки же убедиться, приехать. Если будет такая возможность у представителей Ростуризма, чтобы они убедились уже окончательно. Я думаю, они еще приедут и посмотрят, на какой стадии. Я думаю, что это не первый визит, потому что Республика Дагестана находится в центре внимания. То есть его возможности, в частности пляжного туризма, как мы говорили, развития пляжного туризма. То есть у нас огромный потенциал. И вот говоря уже тоже о Дюнах... Что это за проект? Да, хотелось бы немного подробнее. То есть я понял уже для себя, что там хорошее побережье с точки зрения, чтобы приехать с детьми, потому что там мелководье. Что еще? Ну и не только, да. Что еще? Ну конечно, живописные берега, я говорила об этом. То есть песчаные берега. Песок там какой? Песок золотой. Да? Прямо золотой, то есть мелкий. Ну, как бы и проект назван «Золотые дюны», соответственно, ассоциации с золотым. Да, ну насколько там большой будет кластер создан? Ну, туристическая инфраструктура тут включает гостиничный комплекс на 200 койко-мест, административно-хозяйственный корпус, коттеджи 15 штук, клуб-столовая, спортивно-оздоровительный комплекс, автостоянка на 265 автомашин, детская игровая площадка, спортивные площадки. Общая стоимость строительства составляет, эта инфраструктура составляет 311 миллионов 500 тысяч рублей. То есть это подороже, чем «Золотые пески», да? А подороже, да, там и… Помасштабнее. Помасштабнее, да, и надежды большие возлагаем мы на этот проект. А с чем они связаны? То есть вы… На какого туриста это рассчитано? Мы хотим развить северную часть республики Тагестан, потому что такого масштаба проекта у нас не было, и как-то хотим развить все регионы нашей республики, да, показать нашему гостю возможности всех уголков. Амина, ну, примерно понятно по «Золотым пескам», «Золотым дюнам». Радует, что эти проекты продолжают свое существование, то есть они не заморожены, как бывало это вообще во всей России, что-то начиналось и не доводилось до конца. И то, что сейчас вы назвали, что они уже больше половины, уже можно сказать, что работа выполнена, это радует. Но хотелось, чтобы у нас было побольше таких проектов, и Министерство по туризму республики Тагестан. Планируют ли еще участвовать в каких-то госпрограммах, может каким-то другим образом привлечь сюда государственную поддержку, чтобы развить какие-то другие проекты? Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики Тагестан провело колоссальную работу в развитии и продвижении туристско-рекреационного комплекса республики, наращивание модернизации туристской инфраструктуры, привлечение инвестиционного капитала, а также сохранение и популяризация народных художественных промыслов в республике Тагестан. В частности, хотелось бы, что нового ожидается на сегодняшний день в республике Тагестан. Хотелось бы сказать, что проводятся мероприятия по включению дополнительных инвестиционных проектов в перечень мероприятий новой федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2019-2025 годов. Это, в первую очередь, создание туристско-рекреационного комплекса Табот в Хузнавском районе, создание туристско-рекреационного комплекса в Бештинском участке и также создание туристско-рекреационного комплекса Атлантис-Мариново в городе Махачкала. При разработке в 2017 году новой федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 2019-2015 годов было включено 15 направлений. Из них республика Дагестан выделена отдельно в туристское направление Каспии. То есть республика Дагестан включена со специализацией пляжный туризм с элементами культурно-познавательных и санаторно-курортных программ. То есть к нам какое-то такое особое видение со стороны государства? Особое внимание, можно сказать, особое внимание, конечно же, с развитием пляжного туризма, конечно, и, соответственно, и развитие остальных видов, там, морской туризм, то есть он включает в себя яхтенный туризм. Надеемся, что в дальнейшем у нас появятся новые проекты, которые помогут нам привлечь основной туристический поток в республику. И мы надеемся на это, мы надеемся, что к нам будут приезжать не сотни тысяч, а миллионы и миллионы туристов, и будут рады, уезжая отсюда и желая опять вернуться к нам. Готова сказать, добро пожаловать, ждем вас. Спасибо, спасибо большое. Это были подробности, мы сегодня говорили о реализации туристических проектов в Дагестане, таких как «Золотые пески» и «Золотые дюны» с начальником отдела реализации госпрограмм Минтуризма Дагестана Аминой Багандовой. С вами был Тельман Раджапов, даст Бог, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин